Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня 8 мая 2023 года, и я со своими коллегами приехал в Таджикистан, вот уже второй раз, к Джеффри Джефферсону. И сегодня в нашей экспедиции участвует также Алексей Воложанин, основатель аграрного портала «Фермер.ру». И вот сегодня мы берем интервью Джеффри Джефферсона. В прошлом году мои вопросы были в большей степени в форме интервью, о том, как содержать овец, размножение, содержание, ветеринария. Мы порядка трехчасового провели с ним интервью. И в этот раз, в 2023 году, в это же время примерно я к нему приехал. И я хотел бы больше уделить внимание самим козам, показать коз. Вот сейчас идет для интервью. Он говорит, что Австралия, она приспособлена к сельскохозяйственным местам. Сельскохозяйственная страна, да? Сельскохозяйственная страна, да? Сельскохозяйственная страна. И Таджикистан также. И он обучался к сельскохозяйственным местам. И он любит пчел, там, животных, поля, и горы. Поэтому они, как бы, здесь занимаются именно сельскохозяйственными местами. Я знаю, что у вас есть таджикское имя. Что вы взяли себе таджикское имя. Как оно звучит? Он знает, что у вас есть еще одно имя, которое таджик. Какое имя в таджике? В таджике я себя называю джамшид, которое у нас есть обычный имя. Он говорит, что его сам себя назвал джамшидом, потому что это популярное имя в Таджикистане. Джамшид. Окей, значит, Джеффри джамшид занимается у нас козоводством. Скажите, сколько ты на ферме имеешь в таджике? Когда мы начали, примерно 7 лет назад, мы только имели 10 таджик. И теперь мы имеем почти 200 таджик. 7-8 лет назад, когда они начинали, у них было 10 таджик. Сейчас больше 200 таджик. Мы пытаемся иметь около 800 таджик. Они запланировали ферму на 800 таджик. Они хотят увеличивать количество и дойти до 800 таджик. Таким образом, милк-индустрия здесь медленно двигается от многих родственников, где они имеют 1-2 таджика, до медленно становятся более крупные фермы. Сейчас производство молочных продуктов сейчас здесь растет. Если это было домашних условиях, 1-2 коровы, то теперь уже начинается расти. Вообще в Таджикистане, да? Вообще в Таджикистане. И эта ферма одна из них таких, которая пытается вырасти в большую компанию, которая будет производить молочные продукты. Таким образом, как они двигаются от домашних продуктов до фермы, там нужно увеличить качество молочных продуктов. Таким образом, рынок требует больше и больше качества. Рынок требует больше качественной продукции, поэтому, чтобы добиться качественной продукции, им нужно быть больше. Большие компании уже имеют возможность более качественную продукцию производить. Поэтому это растет. The main difference in quality is about how fast you can cool the milk with refrigeration. Самое главное тут, как быстро охладить выдвинуное молоко. Помимо кост, какие животные у вас есть и чем вы еще занимаетесь? Поля, там полив я вижу и так далее. Таким образом, у вас есть более 200 животных. И что еще у вас есть? Пожалуйста, расскажите нам о ваших... Филы? Да, филы, бисы и все, что у вас есть. Таким образом, у нас есть ковы. И мы также пытаемся разработать ковы. Потому что локальные ковы не производят много. Таким образом, мы не собираемся для максимальной продукции. Мы собираемся для международной продукции. Это очень сильный живот. Таким образом, мы выбираемся для генетики из Франции и других местах. Для хорошей бисы, сильных животных. Для эффективности ковы. Для эффективности изменения. Таким образом, в winter, здесь, ковы не так хорошо. И в summer, это лучше. Таким образом, мы хотим животных, которые могут поднимать генетики. И отнимать генетики. И все, что они более поднимаются. Таким образом, мы не смотрим на холстин. Мы смотрим на более френшные мунтэнгриды. Он говорит, у них есть еще коровы, несколько штук. И они пытаются сделать такую породу. Потому что здесь... Скрестить местный скот, да? Да. Ну, типа такого, чтобы не было слишком большого удоя. Но чтобы они могли выживать в этих условиях. Там зимой здесь корма не хватает. А летом, как бы, жарко. И чтобы эти животные, которые давали среднее молоко. И при этом, когда, как бы, корма мало. Чтобы они, как бы, вес уменьшался. Но потом, при достатке питания. Чтобы они могли набрать вес. Я понял, что генетику из Франции завозили. Да. Они завозят из Франции. И они не хотят, как Гольдштейн, да, Ульсун. Только молока можно. Они, как бы, средний молок. Исмаил говорит Гольдштейн прямо как англоязычный у нас. Где ты учился на английском языку? Я в Америке. О, тут все не просто так, ребята. Исмаил говорит. Исмаил говорит. Он говорит, здесь у них поля. Они выращивают гюцерну. И у них оборудование такое, что нужно очень быстро высушить, как бы, вот эту глюцерну. Потому что животные очень, как бы, сильно реагируют на качество... На смену корма. Да. Не только на смену корма, а на качество корма. Там глюцерна, у нее и протеины есть. Когда она долго сушится, она теряет очень много. А когда быстро сушится вот с этим оборудованием, то она быстро... Когда быстро сушится, она себе оставляет вот этот протеин. А это, как бы, добавительные витамины для здоровья. Варроа митес. Варроа митес. Варроа митес. Варроа митес are a big problem here in this country. Our goal is to produce organic honey with no chemical whatsoever inside it. And so, we're just in a research phase. But we hope to have our bees here in winter, and then in the clean mountains all through summer. Дополнительно к животным у них есть и пчелы, которые сами здесь разводят, сами смотрят. И он говорит, есть проблема в мире, что много пестицидов, разных химий, в этом меде. Так как обрабатывают... В том числе и пчел, да? Применяют. Обрабатывают. Не только поля, но и пчел. И также кормят их зимой сиропом, сахаром, да, сиропом. Это тоже плохо влияет. Поэтому они стараются делать, чтобы все было чисто экологически, органически. И поэтому, как бы, зимой держат здесь. А на лето они выводят на гору в Таджикистане, где вообще нету никакой опасности. И там используют пестициды или еще чего-то. No sugar, no pesticides. Okay. Let's go to see how... How is this work to... The milking power. Let's go to see how milking power. Power? Power. Так, идемте... Смотреть, как будут доить коз. Это я переведу сам. Let's go, my friends. О! Мы, похоже, начинаем канал на английском языке. Show must go on! Кстати, вот такие у него улья. Это следующая моя тема. Насколько мне объяснили, он привез эти улья с Англии. Ну, по крайней мере, мне так сказали. И он именно преследует в пчеловодстве чисто экологический метод получения меда. То есть, от клещей и от всего прочего, от болезней он не применяет антибиотики и разные вредные химические добавки. То есть, он преследует цель получить чисто экологический мед. Кстати, такие же улья у него за домом. Он их просто раскидал по всей территории. Ну, это наша следующая тема. Я сейчас на нее акцентировать пока не буду. Ну, вот, в общем, показать. Также, насколько я понял, у него есть, как вот я пропагандирую, идеальное хозяйство. У него есть еще и кур. Сейчас мы к ним подойдем. Вот такой вот. Насколько я понял, для себя курятник у него идет. Кстати, вот это вот очень интересная порога. Здесь у него сделана сетка, закрытая сверху. Вот такая вот сетка идет. Кстати, мягкая сетка. Такие хорошие выгулы. Весь день практически получается куры на солнце. Там, значит, идет сетка. Очень, кстати, интересная конструкция. Сейчас я сделаю крупню. Очень интересная конструкция. Зимой, скорее всего, закрывается вот эта вот часть. Сейчас посмотрим сбоку. Так что можно сказать, Джеффри в нашей теме. Пчелы, куры, свое мясо, свое молоко, переработка молока. Но на следующий год он хочет сделать упор на пчеловодство. Он говорит, мы именно остановимся на этом оборудовании, так как он не хочет, чтобы запах, видение вот этих масла и всего этого оставалось на траве. Он его здесь привозят сюда, здесь лопатами кидают, а это ролик, он катается и никакого чужого, неприятного запаха. Даже вот откоса нет тут запаха. И от тракторов, вот этих механических лопатков, от масла и еще чего-то. То есть сено вы не тюкуете, не собираете в рулоны или в тюки. Вот прямо как есть оно скошенное. Они собирают тюки и потом измельчивают и потом попадают. Через измельчитель, да? Он сказал, наверху есть оборудование, которое катается туда-сюда. и она сыпит концентрированный корм автоматически дозирует всем она ну всем досталось бы осталось до и она состоит из пшеницы кукурузы и жмыха там разные и также есть спец витамины порошок там есть по-моему ликро и вот они смешивают готовят корм и сыпят там в бачок оттуда вот дозатор здесь полиции so one thing that people don't realize about goats when people think about goats they think they eat everything and that's because when they see goats grazing they eat from the trees and they eat from the thistles the thorns and the thistles and most animals can't eat the reason the thistles have thorns is because they're the very best food that's out there and so goats can eat the best food and they have a very high mineral demand much higher than cows or sheep and so when people see them eating thistles they think oh they eat everything but no they're actually picking the very best feed and so the secret to keeping good goats is to always have the mineral feed very good amounts so all the plants that they eat from have deep roots right down into the soil and they get good minerals so the highest minerals are in the thorns and thistles and the trees yeah он говорит те как бы культуры которые они едят это имеют длинные корни оттуда очень много витаминов получают и поэтому они любят кушать деревья там и растения а когда мы ехали я видел поля мне сказали что это ваши поля сколько гектаров у вас здесь полей so when we came here we saw the places the fields so how many you have how many acres or hectares so we ourselves only have about five hectares but we need a lot more than that so we work with some some neighbors farms and all up we're looking to get food from about 30 hectares but this region has a problem with their water and so we're not getting good yields from our loosen because we have no water but really we need for for this number of goats we really need more you know a few a couple of hundred hectares of good land он говорит у них сейчас есть 5 гектаров но они работают с другими фермерами чтобы получить достаточное количество кормов так как у всех проблемы с водой ну получается трудно и приходится им покупать но для этого количества я вижу тут вот поливалка большая она у вас работает вы поливаете но для этого мы видим лукерную или что там пшеницу so we saw the instrument for that for water how do you call it? overhead irrigator yeah irrigator so does it work? it does work but we have no water to run it and so it's just it's not working at the moment because all of our bores we have no water to run it without water coming down the canal there's no replenishment of the water under the soil and so we don't have enough water to run it so unfortunately we've abandoned that land yeah так настоящий момент оно не работает но оно хорошо поливает и в рабочем состоянии так как скважины уже пустеют они не могут иметь там достаточно воды чтобы она заработала но поступление воды перекрита и у этих скважин уже нет такого объема чтобы она заработала so we would like to have more hay so it means that we have to buy hay from other areas да они приходят покупать в других регионах хорошо а рацион кормления зимой и летом одинаковый то есть даете ли летом свежую траву или только в подсушеную вот такую то есть есть Внер и внер. Есть разница? Мы пытаемся держать это все время. Таким образом, база хорошая луканка. И потом мы используем корму, кури, 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 кури и кури. Таким образом, мы пытаемся кормить их на улице каждый день. Потому что это очень важно, чтобы животные получать солнечное солнце. Таким образом, они получают их Витамин Д, и это очень помогает их здоровье. Таким образом, мы кормим их в лесу, чтобы кормить немного, но они не получают большинство их. Это больше всего, чтобы двигаться на улице. Для макия. Макия. Для макия. Для макия. Макия, да. Так, он говорит, мы стараемся кормить корма каждый год одинаково, без изменений. Но так как им нужно солнце, мы их выводим иногда на поля, это не для того, чтобы они питались травой, а для того, чтобы организм впитал солнечные лучи, и Витамин Д3 помогает им развить вот эти корма. И для того, чтобы ногти так быстро не росли. Копыта стачивались, да? Я еще хотел спросить, мы видим здесь щелевые полы, а как убирается все под полами? Так, он спросит об облаке. Как это работает, как это работает? Как вы resilientны? Когда я думаю о строительстве, я хочу подумать о двух вещах. Вы думаете о том, что важное, 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 что нужно двигаться. И затем нужно создать это для того, чтобы улучшить свою работу. Потому что даже в Таджикистане мы проблемы с трудом найти enough людей, чтобы работать. И так, мы имеем три вещи. Мы имеем, что питание много, в воде много, в воде много, и в манюре много, в воде много. Таким образом, мы имеем в виду платформы, которые они стоят на, и в манюре идет через тимбер. Это специальный тимбер из России, который не рот с водой. И там, поднимем, мы имеем в виду скрепку. И в виду скрепку все манюре идет до кана, и в канае используется рецепт вода, и вошел в воде в воде. И в воде, мы не используем фертилиза, мы используем манюре. Он говорит, когда вы планируете здание, там, все это, вам нужно думать о трех вещах, там, про питание, там, еще что-то сказать. Но основное, вот, как, да, да, поение, да. Да, поение. И убирать, как чистить, да, так как людей мало, которые будут работать. Здесь есть проблема, здесь есть проблема. Да, и говорит, для этого мы придумали так, чтобы снизу поставили автоматически, по-моему, он сказал, российские оборудования, которые просто... Да, да, которые собирают туда, в канал, а в канале водой проточной туда убирается, и в эту, скажем, большую емкость. Ну, емкость, да, емкость, и там вода, как бы, она обратно идет, она, как бы, циркулируется вода. Они каждый раз новый не используют, это вода, который много раз... Как-то фильтруется, наверное? Нет, они просто как-то забирают. How... you said about the water, you circulating with this water? So we circulate it until it gets too thick, and when it becomes very thick... ...отделяют, наверное, фракцию твердую. Да, 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 и эту воду пользуются несколько раз, пока она, наверное, уже, как бы, не затвердела. Да, да, да. And then when it's thick, we put it onto the field, we spray it onto the field. Да, и когда она, как бы, доходит до кондинции, они на своих полях, там, как бы, разбрасываете. Разбрасываете на полях, да. Я еще вижу там чесалки для... Давайте там пойдем, противосветы сейчас. Давайте, да. Так, сейчас мы проходим в зал доения, так понял? Кстати, ферма состоит из двух корпусов самих козлятников, вот этих вот, для коз. И сейчас посмотрим, что это за зал. Здесь написано, что несколько раз эту ферму посещал сам президент. Три раза посещал, кстати, президент, он частый гость тут. И вот такой вот зал подают. Так, по 24 с каждой стороны, пользуются только этой стороной, а другая стороной, как бы, готова к использованию, но... И сейчас доказано. Очень широкий проход. Это очень хорошо для людей. По фантазу. По фантазу. По фантазу. По фантазу. Как быстро вы подоете сверх коз? Сколько времени идет дойка? Так, 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 так. Так, сейчас мы мельем около минуты в море и вечером в вечеринке. Один минуты. Один минуты. Один минуты. Один минуты. Один минуты. Один минуты. Это очень хорошо. Действительно, он хочет... Как всегда. Он говорит, что вот это оборудование облейчает им и увеличивает качество, так как никаких некровов, вирусов, вот этих, как бы, муф. Посторонних запахов нету и напрямую через шланг идет на заморозку. Ну, на охлаждение. Температура там какая? 4 градуса? Какая температура в рефрижере? 2 градуса. Используете ли вы ледогенерат? Не знаю, как ты это перейдешь. Для охлаждения молока, айс. Какая система? Да, да, да. Надо просто спросить. Идет змеевит, идет молотопровод, да? И там змеевит с ойсом. Идет 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 змеевит с ойсом. Получиться работы использовать или стрит. Да, мудрою бояться. Под стар После Would? Я жду дороги поэт в сомнику. Поздравляю. И вот это все выглядели, и все это, когда выглядели. Если вы видите, что фаража разъединяется, то на спинке выглядели. И определить, что фаража возникает. Фаража, когда выглядели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так как микрофонодис как коник и софтов, она выдаивает, и там уже очень раз выдаивает. Субтитры создавал DimaTorzok Но выдаивание первой струй это не только грязь, это как раз определение на мастик на клопе, которое мы можем посмотреть. Да, да, да. Давайте идем! Считаем на эту тему Милкин Павла. Милкин Павла. Павла, Павла. Милкин Павла. Мы сейчас будем смотреть как Доля. Ты тогда снимай, да? Не нас. Кстати, на этом хозяйстве идет очень серьезная такая бонетировка. И посмотрите на крепление вымен. Можно сказать, фактически все в идеале. Кстати, семя, именно, они привозят с Франции в замороженном виде. Это семя чемпионов Франции в этой породе. И уже много лет подряд они отменяют своих кос. И в итоге, получается, все вот эти вот девочки, это дети чемпионов Франции. Дна доярка в течение часа 250 голов кос раздаивается. Узбекский, тазийский и русский. Здравствуйте. Как Вас зовут? Узбекский. Маджона. Маджона у нас говорит на русском, узбекском и тазийском. А на английском. Дуешь в Пекину? Вай! Вай! Я знаю на самом деле, что в Таджикистане школе изучают и русский, и английский, и китайский язык, и язык, и язык, и язык, и язык. Так, ну и можно, короче, посмотреть, пока не остались, теперь мы будем пробовать, да, литер 55 за дойку, здесь у нас литер 76 и остались, здесь у нас литер 90, 2,35, и продолжается доение, вот эти рекордсменты у нас. Ну, то есть, вечерняя дойка, она всегда меньше. Детали, а когда больше молока, утром или вечером? Конечно, да, но утром, да, но если мы вот эту рекордсменту посмотрели, 2,55 она продолжается, Нет, 3,32, 3,41, да, это вечерняя, знаете, утром она вышла, да, почти 4, ну, то есть, 2,3 примерно утром, а 1,3 толщину и двое вечерняя дойка. Да, 60 на 40, да, 60 на 40, наверное, так будет правильно, да. 3,32, это все равно быстро стоит утром, да, 3,40, да, Ром, давай покажем, здесь вот рекордсменов. Здесь у нас 3,40, здесь 3,62 и 3,11. И учитывайте, что это вечерняя дойка, которая у меня есть, эти 20,20. Да, да, да. Значит, вот это она 3 дойка. Так, 4,59. О, 4,59, должно быть очень здорово. Вот, пожалуйста, вечерняя дойка, 4 литра 600 грамм, вечерняя дойка. Вечерняя, да. Вот у нее. Значит, это примерно 9-10 литровка, да? Да, да, да. Ну, 3,5 литровок, да, будет таким много. Сначала, разница. Сейчас 4,59. Сначала, разница. Битвы – какая-то пища, пахта у лица. Там будет срочное деревение мы принимаем с тормозки. 4 литра 600 грамм вечерняя дойка ну насколько вот я понял насколько объяснил дефрис каждая коза проходит анализ молока после этого найдет блокчей электроклапан стоит только после этого она идет в общий поток на вкусняшке particularly the ones that are milking for the first time they're a little bit sensitive and scared and so it helps them to come in да когда выставляете аппарат им это как бы имя очень нравится а когда корж даете они как бы не верят еще у нас дефри выучил таджикский язык выучил таджикский язык и говорят очень хорошо владеет языком мы сейчас включили вот верхней подачи шнека подачи для следующих уже коз дозатор вот этот идет для следующих коз для следующей партии я не знаю я не знаю что и это и и и и и и и Добавил субтитры DimaTorzok 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 Хотя бы вот эти результаты догоним. Но здесь козы от чемпионов. Их родители чемпионы Франции. Вот одна девушка, хрупкая девушка, управляет всем процессом. Сейчас поднимается. Так, показываю, как все поднимается. Красные лампочки загорелись. Внимание, чтобы никого не придавило. Кормушки поднимаются вверх. И вот они пошли сюда. Вот такие красавицы здесь. Современное козоводство. Здесь, кстати, сам зал, вот сам пол, он ориентировочно на метр, метр 10 ниже основного пола. Или точнее сказать, вот этот пол поднят, потому что вот он бикет пошел, и здесь у нас снова идет спуск вниз. Эти все вот на очереди. Так, те, кто вышли, вот они по коридору, по коридору, проходят и уходят вон к себе обратно в загон. Вот они уходят. Уходят к себе. Но козы очень крупные. Слово очень. Р. 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 Очень крупные козы, но помесь есть, конечно, с добавлением нубийцев. Видно по фенотипу. Р. 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 а 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 Кстати, в Казахстане вот этой породой занимается очень известный основательный козовод, его зовут Аманжан, он с города Атрал. Он также планирует быть на нашем фестивале 27, 28, 29 мая. Вот этой теме, популяризации козоводства посвящен этот фестиваль. На данный момент из того, что мы видим, это самое идеальное хозяйство, пока так. Это самое главное. Очень интересный комплексный в Казахстане, закрывает воды. В Казахстане один кокольцов, he даже не ведет. Еще один кокольцов есть. В Казахстане есть в Казахстане, которые находятся в Казахстане. Они тоже могли сказать, что он в Казахстане был более геометритесь. Маститциях. Да, да, и в Казахстане есть кокольца. Затем больно, все-таки они живут. Сейчас лечиться от пылесоса. Счастья из дар у нас литерат в банитировке, 350 года. Я думаю, что месяц это нужно делать. Нужно сохранить у них 8 лет. Нужно, сама его. А если одна энергия не выжалы с fire, если я заодно не сказал, что все число не было, потому что, что они получают свои проблемы. Он сталкивался для того, чтобы уйл. Он сталкивался со мной, и покупал его в магазине. Но он сталкивался. Соответственно, наше стороны, он сталкивался с Натчайликом. Он сталкивался. Он сталкивался с Натчайликом. Мы сейчас уже в Европе. Европа, как мы видим, что он бежит на Альпе. У нас есть в Таджикистане, Мы были в Казахстане, Узбекистане и появились фирмы. Мы были измельчены. Мы были измельчены. Мы были измельчены. Мы были измельчены и скиданы. Вы были измельчены. Вы не делаете. Нарезал, что вы пытаетесь, что вы не хотите. Выплаты, не хотите. Но мы просто скажем, что растет. Есть 10 дней. 11 дней, что вы не хотите. Какие-то? На фитнесе, за вторую очередь не хватает? Нет, вовремя переносит не нужно. Если отдать их нужно, такого требуется. Таким образом, это будет очень хорошо. И это будет очень хорошо. витаминные приготавливать, глистопонитет, качество и все, на шансе есть после одежды, лучше становиться на любых отношениях, и на любых отношениях, не на любых отношениях, на любых отношениях, и приходи в кастрюме. Грандт их можно и подшиваться на жарanya. Точно, в каждой ваших эшките, соответственно, при этом можно убить. Мне рассказывает från, что называется? Да, в общем-то работе есть, что есть. Например, в фирме есть первый этап для знаний, но французского и альпийского-кастёра есть. Французский да с ней. Французский да с ней. Однако французские и альпийские фирмы есть в европе. Вообще, литражки со младшим кастом. Рничный в времени, но эта младшим кастом, у нас есть аманжан это называется у нас осталось у нас здесь французский алиф у нас пока в казахстане мы не оставляйся он он наверное как я не думаю Сует.. Они не знают, что ты должен собрать пищу. Чего можно собрать язык. Если вы хотите знать правильно, то есть я не знаю. Да. Если вы купите свой фирмы, то нам нужно кататься и... Да. Вы можете купить в магазине и можно купитьors. Они купить стены хорошей кружки и заново. Если вы купите в одном месте, то мне кажется, что в одном месте в десято месте Get кружка и сезаря. Они помогут действительно намерение в стены. Они получаютLi, в игру, Д amе-гену, подверг «rut» rebок продолжается в деле есть транспортеры скрептеры и всего чемpli потом автоматически верно тазалай тазалай джаздың көнінгі жан жанды тазаға болмайды ол анат өзінің сүдігінің зәрініненше қамағы қышып алерге сұдауды мүмкінді соңын жақсылап жан жақты қарады зерттеу керекте бөкі болса үші ғалада жүрі бөкі болып күністің қалып басарынды и жылма екірес әйізетінен құрттың дәрілерін беріп сүне үші өзі құртың құртың құрттың бүгін мәне жерман шықын жүргеніміз жерман бірінші апрель күні сәғір күні бастағанмыз яаң ұраға жерман шықын болды маған еді үші құртың болды үшін әлімді үшін болды әлімді өзбекистан сүрген құрып В Ферму, Афганистан, Кырган, Термешт, Таджиастан Екет говорит, сегодня 23-й день нашей экспедиции, сегодня последний день После этого мы будем возвращаться в Алматы, Бишкек, Шамкет На этом сегодняшний репортаж Мы сейчас покажем саму ферму и мы возвращаемся 23 дня мы посвятили тому, чтобы способствовать проведению одного фестиваля 27 мая в Ташкенте, 28 мая будет в Шенкенте и 29 мая в Кыргызстане, в Бишкеке. Так что, примите участие в этом фестивале, от вас ничего не требуется, все бесплатно. Все, что надо, меценаты, наши же козаводы сделали, мы собрались там, со своего счета все скинулись на Каспии, там денег чуть-чуть, мы с них вот стараемся провести. Так же, никакого госучастия здесь нету, все идет на сборы от самих козаводов. Так что проделан на данный момент уже колоссальный труд проделан. Мы дошли до Таджикистана, нашли вот такие идеальные фермы. И я думаю, что очень большой импульс популяризации козаводства должен быть. Он уже с прошлой выставки уже чувствуется. Как вы думаете? Я думаю, что это не так, что когда мы будем делать, то мы будем делать. Мы на этом фестивале, что мы говорим, что мы получаем. Так что мы будем делать, что мы будем делать. Бекет, сейчас мы будем козаводства. На этой партии, на третьем партии, потом реконсмен. Так, мы будем козаводства. Но пожалуйста, подождите. 805. 4-7-6. 5 ну что то уже такие цифры откровенно говоря уже даже мы сейчас попробуем скидывать на ноль но все вы двигаем не ул так это говорит она 2 удоя то есть этого поста получается у нее 8 литров и получается под сомнение все попадает здесь вот наши мы приносим извинения мы сами чуть-чуть ошиблись по крайней мере нам так сказали что ты заразу на вовсе это идет удовольствие стояка с одного так давайте пройдем зал посмотрим как у них там все устроено в самом зале основном так вот это основной зал основной зал здесь вот идут такая система очистки полностью здесь участие скрип скрип с грибается здесь вот сами на совершенно чистом месте без единого горошины вот такой стоят не запаха поэтому все это влияет в конечном счете на вкус молока вот они козы пожалуйста сейчас покрупнее состояние очень хорошее а а и и и Наши сыпь и рыбка. Хороший сыпь и рыбка. Чувши, они我不 действовать. Вот стоят. Садع public esquerков. Наши сыпь очень вкусно. Знаю, я могу больше кисл Ham. Я могу сказать, что можно делать, чтобы быть лучше. Тебе так не только кем-то не спеши. Ты раздавал пластмассу? Нет, пластмасс. Мне простоmazывилось технология. Да, один, один, два база. мы сейчас вот с бекетом заходим внутрь самой фермы мы заходим ради чего чтоб показать нас какая тут и веке и 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 Clean и и и и и и Когда что было, откуда она, что она Вот такая очень симпатичная казакша Вот ее форма Ну, на этом уже 1 час 10 минут почти Я считаю, что достаточно на этот раз Надо оставить информацию еще и на следующий раз Посетить это хозяйство Так что хозяйство Джеффри Джефферсона На этом мы заканчиваем репортаж с хозяйства Джеффри Джефферсона Вот это наш второй визит Третий визит мы будем больше брать интервью именно у него И может быть добавим вон тот отдел Там еще один блок, да, есть? Есть Вот, кстати, другой Такая база вторая Кстати, вот до сих пор Используется вот такой классический метод Перевозки Классика Так, это Али Джон Али Джон А кембопчиняйся, битта? Он, короче говоря Руководитель Как бы Делопроизводитель Или как это назвать Все, короче, он здесь делает И электрик, он тут и ветеринар И тракторист, механик Все это вот Так, это у нас отдел Козлятник ет Возьмите Все это Каза панчал Здесь есть Возьмите Или в лак Никого, сколько Н조идants Я стою Ага Делопроизводитель Ага Угу 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 И вот я сейчас хочу показать вам его улыбку, да, вот человек общается с животными, именно с козами, и насколько у него открытая улыбка, насколько вот он, может быть, физически устает, но морально, я уверен, он доволен своей работой. Вот сам Али Джон. Али Джон, как вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Вот человек, это вот солнечная улыбка у него, и как представитель Таджикистана, кстати, планирует сам Джеффри Джефферсон с супругой приехать, и, может быть, Али Джон тоже к нам, в крайнем случае, в 24-м году, в Егерматуре. Вот такой парень. Такие кадры на этой ферме, по 8 лет работают одни и те же люди. Так, искусственное осеменение проводят. Вдвоем с Джеффри они проводят искусственное осеменение. Из Швеции из Франции приходят им семена. Они в этом году будут расширять стат и их зять тоже будет принимать участие. Какие друзья? Такой козлятник. Если вы заметили, в козлятник больше ходят дети. Вот такой парень. Кто? Один. Это мальчик. 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 Ага. В stainless misschien smoke. Только маленькое. Мальчик. Ага, идея, в мальчик. Вот такое хозяйство. Здесь установка помягче, здесь все позиции более спокойные. все козы здесь в прошлом году был пол из пластиковых таких вот он кстати пластик на поле мы это видели такие только еще не применена не примененные у бимбета по-моему в алмате каскелени посмотрите как они чешутся в данном случае козел чистить копыта не зря мы потратили сегодняшний день приехали посмотреть такую красоту вот она поэтому они блестят они вот так вот прочесываются зря я думаю салмайдюгендару декор я думаю салмайдюгендару я думаю салмайдюгендару буран кариб 45 50 поезда я уже кушил салмалки о.к.к.к.к. зря вот Делаем пляжу. Делаемый пляж за вина. Делаем пляжу. Вы можете скрыть или плеч? Да. Присыпать гулюжу, posso не побывать. Вы не любите 가는? Это не м rice. Это же выпивка. Какая хорошая тресказа, Мы потолочили. Для того что вы делаете на руку? А кот у них идет с середины декабря до середины января Тогда они не болеют и успевают вырасти Если не покрылись, то они уже не покрывают Они уже оставляют И вот эти вот не покрытые ходят Насколько человек, она не убит Они уже не бутылки от текелей Они уже не бутылки И тут есть коты Ек декабря до середины У этой же коколи У нас есть коты Коколи не бутылки и сейчас покрывается только прошлогодние козы бутырка улыбка и улыбка это понятно Зеверный рецепт, Манадик, Алимен и осы жил тағы бір жүріпт қосылай деген бұлардан. Кео боласын бұлардан. Бұл теке мен қашырып отырға? Бұл теке мен қашырып отырға қазырға бұл. Бұл теке мен қазырға бұл қазырға бұл қазылды. Қазылдығы бұл қазылтығы. Алпы муштан қазылды. Алпы муштан қазылды. Бұл теке мен қазылды. Мурсиане, альпийские, альпийские. Альпийские, альпийские. Если мы с вами садимся, то мы садимся. Если мы садимся, то мы садимся. Это садится. Сейчас Алиджан говорит о том, что альпийская порода является моноэстричной. То есть они приходят в охоту всего два раза в год. Это в мае до июня и осенний период. А Азанинская порода, там пакистанские породы, они являются полиэстричными. И могут покрываться в любое время и два раза в год могут приносить приплод. Ну вот такие красоты тут. Кстати, посмотрите на земле, нет ни одного горошка. Вот в такой чистоте они ходят. Ну, то есть спермаемся. Спермаемся, не подметаем, говорит, совершенно. Всегда, говорит, сама чистая. Вот хорошее решение для фермы. Кстати, нет запаха даже. Алиджан, это механизм. Какой механизм? Какой механизм? Какой механизм? Нет, это происходит, а мы автоматически приходим. Мы должны печься в тюрьме. А мы будем печься в тюрьме. А мы будем печься в тюрьме. и она начнет работать вот она по моему сдвинулась вот она включилась и вот она чешется на пол тоже германский чесалка тоже германская но приятно видеть как животное кайфует и она получается сразу и вверх чешет и в боков это поилка автоматическая поилка вот сейчас он слил воду и мы слышим как там включилась поилка вот она включилась и наполняется свежая вода то есть примерно такой же поплавок как в унитазе стоит унитазная система точно точно при этом металл использован для ржавейка все учтено система вытяжки вон они стоят у них вытяжные вот эти шахты такая же подача форма вот лента стоит но без клапанов вот что значит тюркские языки узбеки и кыргызы мы все столько дней казахи столько дней мы в пути вот уже 20 дней экспедиции все друг друга поднимаем кстати таджики вот у них я чем восхищаюсь таджиками они практически все знают хорошо узбекский язык торона вот а вот мы кстати таджикским языком не владеем у них способности значит получается чем-то они превосходят нас но пожелаем этому хозяйству процветания шикарная была у нас экспедиция вот это кереме асералды генды бюртса келесу келемзе кеме емзе көремзе бюртса бірақ енді на видеоны көстреніздер өкімбейстер кереме дәсер алып саулыңыздыр көрмеде кересе бюртса жима жет сүгіні ташкентте жима сегізгіні чимгентте жима тоуғызғыны қырғызстанда көрмеге келеміздер эндет тұрды тұрды